Продолжая тему «Древний Египет», сегодня мы сделаем вот такую работу – «Цветок лотоса» в технике квиллинг. В Древнем Египте лотос считался священным цветком. Египтяне сильно почитали его, ведь по древней легенде он участвовал в сотворении мира. Из его бутона, проросшего в океане хаоса, был рождён бог солнца Ра. А в 1881 году при раскопках гробницы фараона Рамсеса II нашли несколько бутонов голубого лотоса, которые хранились в течение трёх тысяч лет и даже в засушенном состоянии сохранили свой необыкновенный цвет. Для работы нам нужен синий картон для фона, лист зелёной бумаги для листа, распечатанные шаблоны листа и цветка, из которого потом нужно будет сделать вот такой трафарет. Кроме этого, полоски цветной бумаги для квиллинга. Если нет таких, то можно из цветной бумаги нарезать. Дальше инструмент для закручивания полосок тоже можно использовать обычную зубочистку и клей. Приклеиваем лист. Теперь нужно нарисовать на листе прожилки. Они выходят из одной точки. Такими волнистыми линиями расходятся по всему листу. Приклеиваем стебелек. Теперь берём шаблон. Трафарет, который мы сделали, из него накладываем. И обозначим, где у нас будут проходить лепестки. Это вы можете на своё усмотрение. Можно повыше, можно пониже. Кому как хочется. Обводим трафарет, лепестки. Можно сразу бутончик вывести. То есть, вот такая у нас получается заготовка. Теперь будем приклеивать полоски. Сначала сделаем стебелек. Берём зелёную полоску. Загибаем по форме, как мы нарисовали. Примерно так у нас должно быть. Приклеиваем. У нас такая получается, как петелка. Теперь клеем, намазываем контур, в который мы будем накладывать эту полоску. И аккуратненько. Далее мы будем наклеивать лепестки розовые. Сначала в центр приклеим. Берём розовую полоску. Складываем её пополам. Это у нас будет лепесток центральный. Тоже намазываем. Накладываем. Продолжаем приклеивать лепестки. Лепестки приклеились. Теперь мы будем украшать их. заполнять элементами. Берём розовую длинную полоску. Вставляем самый краешек. И будем накручивать, чтобы получился у нас элемент спирали. накручиваем не туго. аккуратненько. Снимаем. Вот такая у нас получилась спираль. Теперь мы её немножечко раскроем, чтобы она по объём не была. Приклеиваем мы её в верхний уголок лепестка. Теперь мы будем делать элемент сердечко. Берём жёлтую ленту. Складываем её пополам. и каждый конец ленты будем загибать внутрь. Так, одна половинка готова. точно так же делаем. Раскроем немножко завитки. Приклеиваем. Приклеиваем. Лепестки готовы. Теперь украсим стебель. Тоже элементом спирали. Берём зелёную полоску. Также накручиваем. Немножко раскроем и вкладываем. Приклеиваем. Теперь берём ещё зелёную полоску и будем делать элементы из этих стебель. Складываем пополам. Это у нас будет элемент рожки. Он похож на элемент сердечка. Только закручивается во внешнюю сторону. Так, с одной стороны и с другой. С другой стороны и с другой стороны. Вот этот элемент у нас здесь будет. Приклеиваем. С этой стороны точно так же сделаем бутон. Берём зелёную полоску. Это будет стебелёк бутона. Такой же элемент у нас спираль. Только не до конца. Сейчас мы его сюда приклеим. Раскроем немножко. Стебелёк бутона готов. Теперь сделаем сам бутон. Бутон у нас будет тоже розовый. Элемент называется глаз. Всё по форме глаза. Тоже накручиваем сначала. и из этой спирали мы будем делать форму глаза. Немножечко его раскрывать будем. Нужно будет кончик подклеить, чтобы не распускался. и придаём форму глаза. Теперь приклеим. Вот такой получился символ Египта цветок лотоса в технике квилинг. Субтитры создавал DimaTorzok